Передай добро Для детей, которые лишены родительской опеки. Акция проходит в отделениях почтовой связи до 10 февраля. В рамках акции вы можете приобрести и передать для воспитанников приюта сладости, предметы личной гигиены. Краснолучане активно включились в акцию. Они приобретают в отделениях почтовой связи или приносят гостиницы канцелярской принадлежности и оставляют их там для дальнейшей передачи детям, которые лишены родительской опеки и находятся в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Все это будет передано с вашей частичкой тепла и доброты воспитанникам приютов. 17 февраля. Также в рамках акции «Лучики добра», которая проводит наше предприятие, Вы можете оформить подписку в адрес приютов на детские издания. Это такие как Санька, Страниц Казак, Фабрика Загадо, Скандартенок. Сотрудники Центра почтовой связи приглашают всех неравнодушных принять участие в акциях и передать добро своим юным землякам, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Новости телеканала «Луч». Образовательная смена для 32 краснолучских школьников продолжается на базе Башкирского государственного педагогического университета имени Акмулы. Об этом сообщает сайт городской администрации. Учащиеся выпускных классов из Петровской школы номер 22 имени Шаймуратова и Краснолучской школы номер 29 имени Хасанова отправились в Башкортостан 7 января в рамках соглашений о сотрудничестве. Представители университета встретили гостей на железнодорожном вокзале. В первый день для ребят состоялись интерактивные занятия по профориентации и медиативным технологиям. В рамках смены ребята посещают образовательные, творческие и спортивные мероприятия, мастер-классы, экскурсии. 11 января краснолучские школьники встретились с ответственными секретарями приемных комиссий высших учебных заведений Республики Башкортостан. Выпускникам рассказали о направлениях подготовки, правилах приема и форме подачи документов в этом году. Они могли задать все интересующие вопросы представителям вузов. Также ребята в этот день посетили мастерские технопарка универсальной педагогической компетенции университета имени Акмулы и мультимедийный исторический парк «Россия. Моя история». Образовательная смена для краснолучских школьников в Башкирском университете завершится 14 января. Государственное учреждение Луганской Народной Республики «Краснолучский комплексный центр социального обслуживания населения» является специализированной организацией, которая предоставляет различные виды социальных услуг на бесплатной и платной основе – одиноким нетрудоспособным гражданам, инвалидам, пенсионерам и незащищенным слоям населения, которые направлены на поддержание их жизнедеятельности, социальной активности и полноценной жизни. Отделение социальной помощи на дому центра создано для социального обслуживания не менее чем 80 одиноких граждан, не способных к самообслуживанию в связи с частичной потерей двигательной активности и требующих посторонней помощи в домашних условиях в соответствии с медицинским заключением. Из числа лиц пожилого возраста, инвалидов, достигших 18-летнего возраста, кроме инвалидов вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, которые получают социальную помощь на постоянный посторонний уход, бытовое и специальное медицинское обслуживание в соответствии с действующим законодательством Луганской Народной Республики. Больных из числа лиц одиноких трудоспособного возраста на период до установления учреждением здравоохранения Луганской Народной Республики им группы инвалидности, но не более 4 месяцев. Отделение социальной помощи на дому центра в настоящее время охватывает обслуживанием более 710 человек. За 12 месяцев 2022 года на учет в отделении принято 199 человек. Отделение социальной помощи на дому предоставляет следующие социально-бытовые услуги. Приобретение и доставка товаров из магазинов или с рынка, расположенных в районе проживания обслуживаемых лиц. Доставка книг, газет, журналов, медикаментов за средства обслуживаемых лиц. Помощь в приготовлении пищи дома. Вызов врача. Предоставление помощи в проведении периодических медицинских осмотров и госпитализации. Посещение больных в учреждениях здравоохранения. Организация консультации врачей и других специалистов. Помощь в проведении уборки жилых помещений площадью не более 21 квадратного метра. Соблюдение личной гигиены. Выполнение различных видов мелких ремонтных работ в помещении. Введение домашнего хозяйства. Поднос угля, дров, расчистка снега, доставка воды. Оформление документов на получение различных видов социальной помощи. Помощь в обработке приусадебных участков, но не более чем 0,2 гектара. Оформление документов на санаторно-курортное лечение. Устройство в дом-интернат. Гириатрический дом-интернат. Пансионат для ветеранов войны и труда. Психоневрологический интернат. Дом для ветеранов. Другие социальные учреждения. Содействие в обеспечении необходимыми техническими и другими средствами реабилитации. Решение вопросов в государственных органах, на предприятиях, в учреждениях и организациях по поручению граждан, которые обслуживаются. И другие социальные услуги. Социальными и рабочими отделения. За 12 месяцев 2022 года гражданам предоставлено более 136 тысяч услуг. Гражданам, которые имеют трудоспособных детей, социальные услуги оказываются на платной основе. Подопечные могут освобождаться от оплаты за социальное обслуживание в случае, если родные, которые должны обеспечивать за ними уход и оказывать им помощь, получают социальную помощь или являются зависимыми от психоактивных веществ, алкоголя, находятся в местах лишения свободы и тому подобное. Решение об освобождении от оплаты за социальное обслуживание принимает комиссия, созданная при администрации города Красноуч. За 12 месяцев 2022 года проведено три заседания комиссии, на которых рассмотрено 28 обращений граждан. Отделения не предоставляют социальное обслуживание лицам, требующим круглосуточного постороннего ухода и лицам, заключившим договор пожизненного содержания. В отделении социальной помощи на дому создано 62 участка. Каждый участок обслуживает один социальный рабочий. В их число входят участки, расположенные в отдаленной местности. Город Вахрушево, город Вахрушево-2, город Вахрушево-3, поселок Садово-Хрустанинский, поселок городского типа Хрустальная, поселок Софиевский, Грушевое, Запорожье, город Миусинск, Миусинск-1, поселок Штеровка, город Петровская, поселок Новопаловка. Для взятия на социальное обслуживание в отделение социальной помощи на дому центра необходимо подать по месту жительства в Управление труда и социальной защиты населения либо центр следующие документы. Письменное заявление, копию паспорта или иного документа удостоверяющего личность, копию идентификационного кода, медицинское заключение, справку о составе семьи или зарегистрированных в жилом помещении, квартире, доме, лицах, копию справки об установлении группы инвалидности при наличии, копию удостоверения подтверждающего статус. После обращения нуждающегося гражданина социальные работники отделения социальной помощи на дому проводят обследование материально-бытовых условий и составляют акт обследования. Когда весь необходимый пакет документов собран, заключается договор обслуживания, в котором отмечаются виды, содержание и объем услуг, которые будут предоставляться на бесплатной или платной основе. Оговариваются периодичность, сроки предоставления социальных услуг и другие условия. В соответствии с условиями договора социального обслуживания и согласно утвержденному графику, социальные работники отделения два раза в неделю посещают обслуживаемых граждан. Центр осуществляет свою деятельность по адресу город Красный Луч, улица Проездная, дом 1. По всем интересующим вопросам можно получить консультацию по телефону 20205-20709. Субтитры создавал DimaTorzok